записывается да я записываю да привет катерина головина из украины привет тебя дорогая что ты хотела мне сказать слушай я тебе потом скажу ко мне вот сейчас начали обращаться люди самые разные они пишут мы хотим с вами индивидуально чтобы вы с нами сидели в скайпе или ватсапе индивидуально потому что мы смотрим все ваши ролики но у нас есть такие вопросы такие профессиональные какие-то кто хочет подготовку пройти конструктора кто хочет там по искусству а кто хочет какой-то успешности добиться в каком-то деле в котором ему капли какой-то не хватает вы бы провели со мной несколько занятий и я вот сижу и думаю слушай но мне же это время время как говорится золото потому что личное время человека видишь его только что ты нравится картина вообще суперская картина у девушки очень уверенный такой счастливый взгляд а все-таки ты думаешь что это девушка я почему-то интересно мне потому что я все время стараюсь мужчина у меня почему-то женщина получается может я мужчина поэтому наверно да хорошо хорошо катюша что ты хотела сказать давай вот я хотела сказать что вот сегодня я встретила такую интересную фразу инштейна все знают что это невозможно но приходит невежда которому это неизвестно он-то и делает открытие но потому что они думают что это невозможно да да и вот мне стало вот интересно и так начала на эту тему размышлять и ну как этому лично мои мысли о том что люди просто в этом состоянии да когда они мыслят шире они видят шире у них как бы наверное другие какие-то нейронные связи до в голове происходит что они не замечают стереотипы людей у которых что-то не получилось которые до этого не додумались да они не видят ничего в этом такого то есть для них это это их мир они знают что это невозможно одна сторона того о чем мы говорили в прошлый раз что человек который умеет поверить то что он решит вопрос абсолютно не сомневается у нее включаются эти ресурсы но это как поверье вашей да будет вам с другой стороны можно сказать но вот этот изобретатель который мне рассказывал который больше всех изобретений сделал официально не мне рассказывал о моему другу калошину который создал компанию идеальное решение и так далее которые много компаний создал которые они учились у этого новости петрозаводска который три создала великие у него учились и вот на самом деле он сказал я тебе с ним познакомлю и он говорит так сказал этот великий изобретатель я говорит главную проблему вижу не в том чтобы решить задачу а в том чтобы найти состояние у себя когда я абсолютно уверен что я ее решу и она у меня решается вот тысяч раз говоришь об этом только с другой стороны очень интересное наблюдение да что когда человек не знает что она не решается так он ее и решает то есть он не загружен этим комплексом что она может решиться может не решиться у нее нет сомнений стереть это правильно сегодняшний молодец поэтому ты моя ученица скоро уже будет специалистом ты уже видишь ты уже эти грани оцениваем что и на эту метафору правильно молодец мне стала такая вещь вот к этой же теме да вот вы говорите что нужно для того чтобы что-то сделать нужно не бояться ошибки и есть еще другая фраза я правда но не помню кто ее произнес вот тоже кто-то из великих людей вот как вы например есть правда что вы ну как бы не бойтесь сделать ошибку любое принятое вами решение изначально уже правильно ну по моему как-то так ну да я тебя понимаю имеется ввиду не бойтесь попробовать но самое главное не делайте такую ошибку я так понимаю которую невозможно потом не исправить да то есть если вы сделали допустим какой-то выбор какое-то решение приняли да но опять таки как мне очень нравится как вы говорите за через призму общечеловеческих ценностей ой ты молодец какая ну когда ты решаешь какую-то задачу я повторю для всех но через призму общечеловеческих ценностей но надо это объяснять надо это объяснять и поэтому так вот я сейчас попробую так вкратце да то есть скажем так принимаешь решение не в ущерб себе и кому-то вот это чтобы так вот аспользовать не только для себя но и для человечества когда общечеловеческие ценности ты помнишь любовь сопереживание чувство бесценности живого когда через эту призму ты пытаешься найти наиболее простое решение сложной задачи ты ее решаешь а если еще там потренироваться с нулем чтобы выходить на состояние безмятежности безвремения без берегов вот это состояние когда ты в состоянии отсутствия своего страха с чего мы начали отсутствие стереотипов состояние творца когда ты принимаешь решение вот через эту призму допустим то твое решение уже правильное какое бы они ни было она для тебя уже верно и потому что компас правильно тоже да то есть и опять таки вот эти вот все сомнения которые у нас возникают и так далее они же нам мешают конечно конечно наши эмоции надо надо в этот момент принять решение настолько слиться с целью настолько хотеть решить вопрос если ты же метафора как-то упоминал не моя метафора но очень древнеиндийская что человек стреляющий метков цель воедино с ней то есть это же поток вот кстати тут же вот сейчас возникла такая мысль что нужно это решение да вот не просто допустим хотеть а но я не знаю я сейчас наверно скажу широко страсть страсть жажда потребность это да полюбить нужно нужно полюбить решение нужно полюбить сам процесс короче говоря так ученые так гениальные люди и таланты они же это у них потребность думать о чем-то они себя не заставляют они не могут об этом не думать вот да вот получается мне кажется что эта фраза эйнштейна это ну действительно скажем так одно из пока что скажем так встретившихся мне таких фраз известных людей да одно из самых лучших которые объясняют кто такой день многие люди допустим многие люди да вот смотрят там человек вроде бы так вот как это говорят что ты витаешь в облаках спустись на землю да часто бывает слышишь там в адрес какого-то человека который что-то так вот воспринимает масштабно думает о чем-то масштабный такой вот я вот потрясу человечество ну к примеру да вот я вот там сделаю что вот то там ну а ему там ой спустись на землю потому что скажем так в их реальности да людей то есть нету такого правильно неправильно это есть реальности людей то есть их реальности это می Да, это сложно, да, то есть я не говорю, что невозможно, это сложно, а в его реальности это нормально, это ну как может быть, да, как вы говорите, может быть по-другому. Вот Эйнштейн сказал еще одну фразу, я человек счастливый, потому что мне платят за то, что я мог бы делать и бесплатно, то есть он не может без этого, он это делает, но сейчас я помню, когда есть и духовные материальные удовлетворения, ну конечно, когда человек попал в струю, где его деятельность востребована, ему за его работу платят, ну поэтому мы на школе, человек будущего этим и занимаемся, открывайте свои таланты, мы даем инструменты, открывайте свои таланты, делайте свою работу, именно ту, которая вам нравится, вам соответствует, вашим потребностям, и когда вы ее делаете, не боитесь делать. Вот самое главное, люди не верят в себе, они не верят в себе, что они могут это, они думают, ну какой в этом толк, или им кто-то мешает быть творцом, кто-то мешает им быть творцом. Сейчас вообще гениальное время, сейчас, ну я считаю, что сейчас гениальное время в том, что человек может в принципе совмещать любимое дело и финансы, то есть он может сделать любимое дело прибыльным. Может, может, вот видишь, у меня уже пришло это, вот, например, как люди мне звонят и говорят, мы хотим отдельно с вами, отдельно, потому что у нас там есть такие вопросы, мы их хотим вот озвучивать, и мы хотим, чтобы вы с нами, ну как бывает, персональный тренер раньше называли, да, или как, ну как-то разные названия такие. Мы сначала сделали материально, а потом любимым делом занимались. А сейчас оказалось, что я востребован. Поэтому я делал свое дело, никого не слушал, и с того, с его, поэтому я всем в школе говорю тоже, ты же знаешь, занимайтесь любимым делом. Еще немаловажно, что ты стал признанным и известным. Вот, ну, я не знаю, для меня, допустим, это вот, ну, это ценно. Если ты будешь, любой человек, заниматься любимым делом, не обращая внимания ни на что, ты совершенствуешься, и в конечном счете ты становишься неповторимым, а значит, необходимым. И поэтому... Ну, а вообще все вот эти великие мастера, которые стали великими мастерами, они исходили из своей потребности. А еще мне кажется, что когда ты увлечен своим делом, когда оно тебе нравится, вот как мне, допустим, да, мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится там помогать, печатать, там, помогать печатать книгу тебе. Мне нравится, там, допустим, заниматься с людьми, да, вот, допустим, запускать свой проект. И меня как-то спросили, мол, типа, а тебе нравится то, чем ты занимаешься? Говорю, ребята, вот если бы у меня были бы деньги, да, на проживание, я бы этим занималась бесплатно, вот как ты и говоришь. И, как бы, вот, и когда человек вот занимается, да, там и так далее, мне кажется, это даже как-то передается, наверное, как-то. Это любовь, вот это вот ощущение. Конечно, конечно. Ты знаешь, вот насчет того, что люди изобретают, я в «Крокодиле» когда-то давно юмор читал, мужик сидит, значит, жене своей говорит, ты знаешь, говорит, мое изобретение, я, говорит, дома. А вот, говорит, в Америке мужик, говорит, тоже сделал такое же изобретение и 3 миллиона заработал долларов. Ну, котелок-то у меня, значит, работает, довольный тем, что тут зарабатывает, заработает. Ты понимаешь, как это интересно? Совместите финансовую независимость, как ее получить, эту свободу, совместите со своей внутренней свободой, что ты хочешь делать. Потому что все хорошо, что сделано с любовью, все хорошо, что сделано с любовью. Конечно, конечно. Самое важное в этом всем, не погоня за деньгами, не погоня там конкретно заниматься, как есть, допустим, художники или кто там стихи пишет, рисует, решает какие-то важные задачи, неважно. То есть они бывают просто целенаправленно, просто этим занимаются, да, и как бы в другие стороны не смотрят, да, то есть не смотрят, я имею в виду, не на финансы, не на какие-то другие области, которые можно совместить с этим всем. Вот. Важно не то, как ты зарабатываешь или чем ты занимаешься и так далее. Важен сам факт того, что ты будешь в этот момент счастлив. Тебе это будет нравиться, твоя жизнь будет тебе нравиться. И ты потом не будешь оглядываться и смотреть, что когда-то было хорошо. Тебе будет нравиться сейчас, в этом моменте. Это да, человек без этого жить не может, и если он без этого жить не может, если в этом его потребность, он не может быть иным. Он не может быть иным, и, конечно, хотя бы начинать с досуга надо, хотя бы вот занимаешься ты какой-то другой работой, получаешь там какие-то деньги, чтобы жить. А этим хотя бы досугом было. И вот очень много пациентов у нас, которые и с неврозами и так далее, им это 100% нужно, потому что абсолютно нужно, потому что какой-то досуг из любимого, из востребованного мероприятия. Кто-то любит цветы выращивать, кто-то картошку чувствует, кто-то колокол крутит. Но если ты потребность свою не реализуешь, у тебя стресс накапливается, потому что у тебя геномоклаца от генетики. Я еще хочу от себя добавить, вот как-то смотрела видео, да, и услышала, как ты сказал фразу, что лечение должно быть свободой, ну, свободой, да? Да, лечиться можно, конечно. Вот, а я хочу, да, я хотя бы хочу к этому добавить, что когда человек занимается любимым делом, которое ему нравится, он как раз и находится в этой свободе, это и есть свобода. Правильно, потому что он имеет то, что соответствует его состоянию, то есть это среди вот этой вот исполнительности, когда заставляют людей там что-то делать, то есть мы в системе, а это получается, мы отрываемся от этой системы. Вот, мы из автомата превращаемся в творца. Ну, конечно, да, конечно. Правильно, Катя, я очень доволен, что ты такие вещи мне говоришь, Игорь, и как раз-таки в тот момент, когда я собирался ролик сделать еще раз, как соединить общечеловеческие ценности, через призму которых мы должны подходить к решению бытовых вопросов, как их соединить и как использовать состояние нуля в этом комплексе, то есть все это соединить, такого контента в мире никогда не было. Ни в одной книге по психологии, самых великих, самых моих любимых авторов нету этого, чтобы соединить общечеловеческие ценности, нулевое состояние для освобождения от стереотипов, страхов и комплексов, от своего эго, да, соединить, чтобы решать любые задачи, бытовые, денежные, даже как вот приготовить, как картошку гавить. Да, если человек несколько раз так тренируется, но это мы будем делать. Вот у нас ликбез будет через день-два, завтра я буду делать объявление, да, и надо, чтобы все своим, знакомым, во-первых, надо, чтобы на YouTube подписывались, те, которые не подписались, сообщили. Да, это надо, да. Да, во-вторых, надо... Много полезной информации можно... Ну, конечно, потому что ко мне звонят люди беспрерывно и говорят, а когда у вас было, а когда, где посмотреть? Да, они просто не подписаны, они раз-два посмотрели там что-то, им понравилось, потом они через неделю мне звонят, а когда у вас будет? А меня все время дергают по таким пустяковым вопросам. Ну, подписался, кнопку нажал, там больше ничего не надо делать, кнопку нажал еще. И всегда будет сообщение, что вот ролик там, новость появится. А значит, надо так чисто любящий, через призму общечеловеческих ценностей сделать пост в школе о том, что для тех, кто хочет следить за новостями, там ловить моменты, когда идут ликбезы, когда вебинары, чтобы подписывались на YouTube. Ну, Катюша, ты обратила внимание на этой картине? Здесь у него солнце, да? Здесь у него свечка, а здесь у него здесь... Да. Интересно, да? Огонь, огонь, огонь. Да, ну вот видишь, ты говоришь, девушка. Ну, ничего, главное, что не важно, мужчина или женщина, главное, вот это есть, вот как раз по теме нашей, человек, который находится... Здесь душа, в этой картине душа. Душа. А если есть душа, значит, есть любознательность, а если есть любознательность, значит, есть развитие. Только почемочки, как я говорю, становятся великими, потому что они постоянно занимаются изучением чего-то, вопросами. И вот у нас, когда был вебинар, это был потрясающий вебинар, где мы соединили общий человеческий с решением задачи, с трагедией, с тактикой и с нулевыми состояниями для безбрежного мышления, без страхов стереотипов. И там как раз был, Алексей задал вопрос, а я, говорит, там три года пользуюсь, ключом мне это дает большой результат, иначе бы я не пользовался три года подряд. Но я, у меня есть, говорит, какие-то вопросы, которые, ну, никак не могу решить. А я говорю, а какие вопросы? Ну, там по-английскому, там или еще что-то, там по-сильному, да. А я говорю, а этот вопрос ты себе задал в этот момент? Как решить этот вопрос? Мы же по чумочке, да, надо было себе задать. Он говорит, о, я не догадался, вот люди не могут связать одно с другим. Вот, а еще тоже вот сейчас вспомнила, как ты рассказывал про трех мудрецов. Мне кажется, это очень важно сейчас. Так. Да, после разгрузки. Вот, ну, ты рассказывал, там, по-моему, это перед Новым годом было, там, где-то в подарке, вот, о том, что, когда вот после разгрузки, там, все садишься, когда вот в голове, там, допустим, пустота. Да, ну, тоже вот мне хочется, вот, кстати, заметить, вот чисто для женщин, да, потому что вот часто женщины задают вопрос, я не могу голову освободить. У женщины голова не успокаивается никогда. То есть для женщины пустота в голове не так, как у мужчины. У мужчины может выключиться, и все. А у женщины она, ну, постоянно работает. То есть для женщины пустота в голове, когда мысли не вызывают эмоции. Да, это было. Вот это для женщины не вызывает эмоции. Это было уже несколько лет назад. Пустота, имеется в виду эмоциональное отсутствие мыслительного процесса. Когда мысли не соответствуют. Не реагируешь на мысли. Нет рефлексии, нет страхов, нет сопровождения мыслей эмоциональными реакциями, то есть оценками. Твои личные оценки ушли, и осталась абсолютная оценка с самой высокой точки зрения. Это называется эмоциональное дистанцирование или созерцание, чувство отрешенности, клубочкой, завдумчивости о чем-то. Это очень важное дело. И когда ты в такое состояние попадаешь, у тебя и мысли пропадают. Бываешь, я сижу и уже ни о чем не думаю. Ну да. А в этот момент как раз таки сесть, закрыть глаза и представить себе трех мудрецов, которые сидят напротив. Лично там, как это мои, да, такие наработки. То есть они могут быть там, допустим, можно посадить кого-то из знакомых. Кому-то доверяешь, что он мудрец. Да. Но тут есть один момент. Я пробовала по-разному. Тут один момент. Когда садишь кого-то из знакомых, они тебе говорят, как бы, ну как этот человек мыслит, то есть как он с тобой общается. Да, ты его моделируешь невольно для себя. Да, моделируешь, да. Да, ты его представляешь. А если себе... Потому что если одного посадишь, он скажет тебе совет, а он может мне неправильный совет. Вот трех и выбрать балансивное решение. А я садила еще просто мудреца, которого я не знаю. Ну, скажем так, это вот я для себя, допустим, это вот лично мое подсоздание, то есть которое не связано ни с чем. Вот просто мудрец. И вот ты им задаешь вопрос, и потом получаешь ответы. Они разные, они разные, но они настолько четкие. И вот тот мудрец, вот это лично, ну как бы у меня, да, такой опыт, что тот мудрец, который не связан ни с кем, тебе дает настолько точный ответ, что это просто шокирует. Отлично. Слушай, Катюша, ну пусть обращаются к тебе вот за этими идеями, поскольку ты уже у меня, сколько ты у меня занимаешься, скоро ты будешь уже... Уже два года. Да, скоро ты будешь специалистом. Но ты так долго занимаешься, потому что ты... Сначала мы тебя вытащили из паник, да, потом ты стала беспанично, а то все время в больнице, больнице. Ты сейчас уже без больниц. Ой, я уже полтора года, уже. Да, 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 молодец. И ты такая талантливая девочка, поэтому... Я когда там определяюсь, кого как специалиста готовить, я очень беседы провожу, чтобы выбрать, действительно подходит человек для этой роли или нет, потому что есть такие, которые, эти приемы такие эффективные, используют их совсем для других целей. Там, чтобы руководить, влиять на людей, там, их гипнотизировать, командовать, там, ну, для власти, там, ну, в общем, я поэтому отборочно это делаю, да. Слушай, Катюш, я очень рад, скоро мы с тобой как раз-таки подведем итоги. Я тебе позволю обучить других людей. Ты уже знаешь и техники безопасности, ты уже знаешь много целых батареи вещей, которые мы обычно не даем вот так вот в открытом доступе. Потому что для этого надо вот так индивидуально работать. Ну, хорошо, хорошо, я очень доволен, что ты сказал эту фразу о обречении. Прямо в тему, прямо в тему. Потому что наша школа занимается развитием творческого мышления, изобретательского мышления, творческого долголетия. Я видю, что молодею, молодею, да, молодею. Вот видишь. Абрамменно. Да, 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 ну, видно же, правда же. Да. А мне кажется, мне кажется, у нас в школе просто уже такая создается как бы синергия между нами, когда уже мы начинаем чувствовать. Да, 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 у нас очень, у нас школа необыкновенная, школа человек будущего. Да, да, ну, вот эти вот контенты, которые мы стали в последние годы делать, такого в мире вообще нету. Вообще-вообще нету. Поэтому они стали привлекать все больше и больше людей. Ты посмотри на последний вебинар, сколько людей было. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Давай тогда. Вот, хотелось бы, хотелось бы мне, скажем так, напрямую участвовать в том, чтобы создавать понятия, там, допустим, как вы говорили, да, там, честность, там, что такое честность, что такое, вот, честно, очень хотелось бы участвовать в этом напрямую. Вот, допустим, как вот получилось, допустим, ну, вот это вот с термином гений, да? Да, молодец, вот-вот, молодец, вот, и всех приглашаю, чтобы я твое, твое имя, фамилию уже в книге, в следующую, ты выходишь там, есть уже. Слушай. Всех приглашаю для того, чтобы попали в следующую книгу. А эта книга, ты знаешь, Бесселяра статус получила. Да. А это большое значение, статус Бесселяра, это сейчас, вот, это не так легко, вот, по блату не получишь, это нанесли вопросы. Это должен быть талант. Ну, там, сколько продаж было, сколько купили, это же не я решаю, это издательство решает, а сейчас очень жестко. Ну, ладно. Тут Геннадий Чиорин был, оказывается, приезжал, и он мне книжку свою, все, пытается передать, кодекс честный. Наш, Геннадий Чиорин, этот ролик, я еще раз спасибо говорю. Как раз вот он, как раз и обучает людей, что такое, вот, не только выживанию, там, в лесу, там, в горах или где-то он обучает, он еще обучает, как раз у него мышление, сибирское мышление. Очень интересно, да, Гена, привет, будешь смотреть, книга у него прекрасная, ну, вот, он сейчас мне ее хочет передать. Так что я доволен, у нас такие друзья, великие друзья, все мы такие великие, все мы почемочки, все мы хотим давить, дружить. И мы поэтому создаем налог у человечества, и определяем там понятия. Кстати, я хочу сказать. Потому люди тянутся друг к другу, потому что, если, допустим, вот, как вы, да, начали говорить о том, что, ну, вот, в школе, да, о том, что человек, там, творец, да, там, и так далее. Это же, ну, как бы, ну, я согласна полностью, это в нас и есть. Это, ну, даже вот маленькие творения, когда ты картошку жаришь и что-то добавляешь, там, и так далее, ты же не делаешь просто по рецепту, ты что-то свое вносишь. То есть ты все равно творишь в маленьком или в большом, неважно. То есть мы, в принципе, творим, в принципе, во всем, что мы делаем. А мы нашими методиками, вот этими инструментами развиваем человека, творца, чтобы он легче решал любые вопросы, больше эффективностью. Да, и поэтому люди тянутся, поэтому люди приходят, потому что, ну, они чувствуют то же самое. Нет, дело в том, что мы без рекламы, без рекламы увеличиваем количество участников. У нас уже осталось там несколько сот и больше 60 тысяч. А я не знаю, да, ну, это только те, которые подписаны. Еще 10 в Facebook, еще 10 в ВКонтакте, это уже 80, еще в Одноклассниках, еще в этом Инстаграме. Ну, 80 тысяч уже. Вот и представляешь, что скоро будут миллионы. Будут миллионы, к сожалению, жизнь ухудшается. А чем хуже и хуже становится, люди начинают чувствовать, где свежий воздух, где окно в букву. И поэтому они к нам, да, конечно. А если мы еще рекламу включим, ладно, посмотрим. Спасибо тебе, Катюша. Да, и спасибо тебе. Спасибо, дорогая. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok